Сегодня поднимать морковку и альфу на флагштоке не пришлось. Ветер есть, а значит в море вышли 164 яхты. Зимние старты собрали спортсменов в возрасте от 9 лет до 21 года из 16 регионов страны. Гонки особо привлекательны для юных участников. По результатам этой регаты они смогут принять участие в кубке яхт-клуба Сочи. Он пройдет с 24 по 30 апреля среди яхт класса «Оптимист». Кроме того, всероссийская регата дает возможность повысить разряд. Выполнить норматив на первые взрослые и встать в один ряд сильными спортсменами из Ростовской области и Санкт-Петербурга в этом году намерен Егор Сердюк. Я пока что держусь на пятой позиции в общем зачете. Мне надо подняться на третью позицию. Это вот прям обязательно. Ну, разряд получить первый. Ну и, конечно, встать на пьедестал, потому что в прошлом году не смог встать на него. Регата проводится в международных классах яхт на двух дистанциях. Первая группа – это «Оптимист», «Зум» и «Кадет». На второй дистанции участвуют переходящие в олимпийский класс яхты классов 420, «Лазер», «Радиал», «Лазер» 4,7. Ежедневно проводятся не более трех гонок. Сегодня чуть-чуть пожестче погода. Температура воздуха 8-9. На воде это порядка 3-4 градусов. Достаточно тяжелая погода для организма. Голова и руки в основном, потому что костюмы есть хорошие у детей. А на совещании утром сегодня было принято решение. Не стесняясь, тренерский состав, находящийся на воде, может обратиться в судейскую коллегию и попросить откладывания или переноса гонок на следующий день. Финальные гонки и награждение победителей зимних стартов состоится 10 января. Зимой в акватории Югспорта пройдут три этапа Кубка России по парусному спорту. А 29 мая состоится праздник парусов. В море выйдут все классы яхт – от «Оптимиста» до крейсерских. Так, учебно-тренировочный центр по парусному спорту отметит 40-летие с момента основания. Кстати, сейчас центр ждет новых спортсменов в возрасте от 9 до 12 лет. Прием документов в бесплатную секцию ведется до 15 января.